Добрый день, на библейский портал Экзегет поступил вопрос, является ли грехом бытовая слежка, негласный сбор информации о человеке? Если те обстоятельства, которые описаны в данном вопросе, являются вашей работой, и в связи с полученными вами образованием вы получаете за это деньги от государства, вы работаете оперативным в следствии, или в дознании, или в прокуратуре оперативным сотрудником, это грехом не будет. Почему? Ну, государство устроило так, что надо охранять общественный порядок, и иногда охрана общественного порядка связана с тем, что лучше узнать заранее, что готовится к преступлению и правонарушению, чем потом реализовывать его последствия. В связи с этим создаются структуры, органы, которые поддерживаются государством, которые не только поддерживаются государством, люди получают соответствующее образование и выполняют все свои оперативные функции для того, чтобы в государстве люди жили в спокойствии, ну, в относительном спокойствии. Не всегда это получается, но, тем не менее, люди за это получают деньги. В данном случае это не является грехом, потому что служит тому, чтобы люди не знали проблем в своём бытии. Вторая часть этого вопроса связана, наверное, с тем, что иногда у некоторых людей развивается нездоровый интерес к жизни других людей. Связано это иногда с тем, что человек может быть просто больным, ну, параноидальные какие-то схемы. Связано это излишнее любопытство с человеческой гордыней, когда центром Вселенной становится буква «Я», и человек начинает вокруг себя всех подозревать. Кого в обмане, кого в непорядочности, кого в преступлениях, кого-то это… Ну, опять же, началом этого процесса является гипертрофированная буква «Я». Вот в этом случае, я думаю, что есть смысл поговорить с духовником, и есть смысл пообщаться на исповеди именно о том, что во мне есть желание знать то, что для меня некоторым образом сокрыто. В этом вопросе это называется как бытовая слежка. Ну, конечно, я думаю, что бытовую слежку, если вы организуете в рамках своей семьи и начнёте ковыряться в личных телефонах, в личной переписке, ну, не думаю, что вам это доставит большое удовольствие, но вашей душе повредит непременно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.